Всем привет, народ, с вами Ани Рейль, и знаете что? Я решила сделать спецвыпуск избранных реплеев Апекса, посвященный конкретно Бозелю. Потому что за прошедшие выходные, и не только за них, у меня появилось ощущение, что тот игрок в Апексе, который пикает Бозеля, тот выигрывает. Вы, конечно, можете смеяться, и я потом в конце покажу, что этому тоже есть контра, но на, блин, процентов 90, наверное, это так и есть. Сейчас поймете почему. Короче, предупреждаю, это будет конкретно шоу-кейс Бозеля. Каждый раз, когда я его брала, я выигрывала. Каждый раз, когда я позволяла моим оппонентам его брать, они выигрывали. Давайте начнем вот прям сверху вниз. Так как у нас имеется понимание того, что мы будем смотреть, давайте я, наверное, все-таки скипну, что я вам здесь хочу показать. Два хиллера. То есть здесь не просто Розенцель, которая типа Бозеля контрит, нет. Здесь еще и Айрис с хилкой МД в команды и прочим. Здесь еще Ликарис, который теоретически умеет подхиливать, а у меня просто Бозель. По сути, кроме Бозеля здесь ничего нет. И Бёрнхард в роли танка. То есть он к моему Бозеле подходит уже на стаканы и с пятью стаканы. Сейчас бы это кого-то волновало, когда Бозель умеет делать по семь дебафов в ход. В чем можно сейчас будет убедиться. Продолжение следует... Знаете, что, наверное, стоит промотать до того момента, как начнется Крошева? Вот, Крошева начинается. Он ко мне подошел настолько хорошо, что можно, не выходя из радиуса гварда Бёрнхарта, начинать ауешить. Чем я, собственно, и занимаюсь. Первая ауешка не очень страшная. Ну, уже вешает Сайленс. Несчастный оппонент психует. И кастует 3C розенцель. Выдавая всем, вообще всем, по пять дебафов. По пять защиты от дебафов. Продолжение следует... Он прямо, стоя на стене, где минус 30%, может сразу отсюда ауешить. Одной ауешкой он снимает все стаки. Здесь сейчас он не пробивает розенцель, но он уже пробил Ликорис. Уже пробил Хильду. И вот здесь тоже немножко пробил. Лицный оппонент пытается продиспелиться натужно. И у него еще и часы прокают. Но кого волнуют диспеллы, тогда можно задать Блэк Холл. И теперь дебафы начинают уже пробивать по-серьезному. Здесь уже раз, два, три, четыре. Здесь пачка. Бедная Ликорис вся в какашках. Здесь четыре дебафа. Это при том, что, заметьте, у оппонента два хиллера. Один из которых розенцель. То есть не какая-нибудь там фигня. Добавляйте. У меня основным хилом работает Розен, естественно. А Хильды скорее... Ой, Хильда. А Флора скорее как дополнительные ходы. Притом что она их может еще и часто делать. Это вообще балдежка. Бернхард уже умирает при любом раскладе. Потому что на нем столько бяки, что это не прохилится. Четыре дебафа, один из которых запрещает хил. То есть да, он первым же делом походил в Розен, не знаю, что он пытался этим добиться, потому что на Берне все еще осталось четыре дебафа. И он тут же умирает. И практически уносит Ликорис. Соответственно, что вот за этот бой... Что вообще мне в принципе может сейчас сделать мой оппонент? Который просто с ног до головы покрыт гадостью. И что он сделал мне с начала боя? Ничего. Все хиллеры в Сайленсе. Диспейла от двух хиллеров не хватает катастрофически. Для того, чтобы Бозель остановить. Бозель какой-то ад. И Израиль. Не, ну че он толкается. Вот, это был первый бой. Давайте посмотрим следующий. И там тоже будет опять же... Бозель. Стартовый, соответственно, сетап. Мой выглядит намного лучше, как по мне. У меня есть Ликорис. С фрикционным бафом для Каюры. У Каюры есть Фейслес. С достаточно неплохой атакой. И моя идея была сныпануть Бозеля с их помощью и выиграть. Давайте я промотаю на следующий раунд, чтобы было оно... ...поближе к началу действия. Что он сделал? Он меня заставил... Поставил... Поставил Фрею так, что как бы я не хотела атаковать Каюры... Кстати, Каюра сдохла. Я фиданула Каюру. Поставил Бозеля так, что если я хочу его атаковать, я подойду близко к Фрею. А Фрея, если в радиусе 2 от нее кто-то атакует... ...она начинает выдавать фиксу. А я очень сильно не хотела разбивать ластрайты до боя. Поэтому... ...саковала бить Бозеля. И оппонент этим непременно воспользовался. Сейчас он выдал телепорт Тенсей Джессики с бонусным уроном. После чего она выдает сама себе телепорт. После чего она идет. Иван, что тут мне Каюру? Я думала это каким-то образом поправить. Но похоже, что прок Тенни Робе... ...не дал мне наложить на себя укус. Именно из-за этого укус получился такой плохой. То есть она прокает Тенни Робу и диспелит мне, собственно, укус, который отрубает ноги. Очень смешно. Дальше-то, на самом деле, бой начинает идти слегка в мою пользу. То есть она вот... ...мне особо ничего не делает. Я вырываюсь и дебафую его. После чего убираю Лукрецию и прячусь. Но главная проблема остается в том, что я фиданула единственного, кто мог убить Бозеля. После чего игра превращается, мягко говоря, в форс. А еще очень обидно, что я вот здесь, вот на этом моменте. Тенсей Джессику не добиваю. По-моему, я ее все равно добиваю с помощью голема. Сейчас, да. Ну, потому что это нужно было сделать, чтобы она тоже сдохла. Вот. А дальше начинается главная проблема. У меня нет даже розенцель. Хотя мы в прошлом бою видели наглядно, что никакая розенцель, блин, не помогает против Бозеля. А тут даже розенцель нет. И Бозель есть. Мы в дерьме это называется. Мы в дерьме. Ой, пошел, поехал. Миллиард дебафов, куча Сайленса. Еще миллиард дебафов, еще куча Сайленса. У него еще и шапка на Сайленс. Почему-то всего три дебафа. Видимо, главная проблема сейчас Бозеля в том, что он накладывает так много дебафов, что они повторяются. Но это так себе проблема. А если мы играем против розенцель, то это даже бонус, потому что она все равно снимает первые пять. Какие бы они ни были, даже если бы они были одинаковые, они же не накладываются, а снимаются. Ну вот, собственно, эта партия выглядит как целиком и полностью проигранная всего за две ОЕшки Бозеля. Я там пытаюсь что-то прохилить. Но на мне столько дурно пахнущих дебафов. Даже после того, как я прохилила. Это была масс-хилка плюс поле, которое ликарь сделает. То есть два диспелла. Вообще ничего не помогает. И на джаглере тоже блок хила, поэтому сейчас он умрет. К сожалению. Я думала, что я его сейчас прохилию. Предварительно Флоренца из диспелев. У меня было два шанса на диспел. Но хиллблок остался, поэтому джаглер сейчас умирает. Даже несмотря на то, что я как бы и хильду-то убила, по сути. Дальше просто начинается доминация Бозеля. Ну что, что бы я ни делала... Ну что, что бы я ни делала... Я не могу его убить, пока я не убью танка. Даже если я заблокирую ему хилл. Это семь дебафов раз в два хода. Может быть, раз в три хода. Да, раз в три хода. На самом максимуме. Заходю до there. Что бы я изменила тебе, как я не был. Как результат. Как для этих electroxac'ов-то игр 언제? М-м-м-м. Называется и фиг, что ты мне сделаешь. Здесь я, кстати, ошибаюсь, мне стоило сначала походить в Ликарис, а потом уже телепортироваться, а здесь я ошибаюсь повторно, потому что я не посмотрела, что у Хильды есть толчок, Флоренция отрубает ноги, Флоренция в тумане, поиграли называется. Ну и дальше, конечно же, своими семью дебафами он делает так, что моя Лукреция остается заперта в тумане, и этот бой проиграл. Можно, собственно, выходить из него. Опять, что называется, Бозель начинает и выигрывает. Еще один бой, где я за каким-то фигом позволила своему оппоненту взять Бозеля и из-за этого проиграла. Что я вообще в принципе-то делаю? Я всегда баню ассасинов. Мне банят ассасинов. В какой-то момент, что я, точнее, пару недель назад это поняла я, потом это поняли мои оппоненты, что если тебе банят всех ассасинов, бери Бозель и выигрывай. Здесь еще так получилось, что у меня ударной силы, по сути, особенно нет. Хилер у меня даже не Розенциэль. У него, конечно, еще хуже, у него Ликорис, но все-таки. Он даже фракционный баф взял на Бозеле, но это не имеет никакого значения, потому что трехочкового скилла-то, в принципе, достаточно, чтобы насиловать. Я не знаю, чем он взял фракционный баф. Если для Ликорис, лучше было взять его Ликорис. Моя идея чисто теоретически была ворваться туда Собакином под фракционным бафом. И всех жажахнуть. Предварительно еще за дебафов, но просто потому что могу. Моя идея. А, вот это классный вообще факап, полнейший, причем факап сейчас был. Сейчас увидите. Я дала допход Лукреции, не посмотрев, что она вообще не может никуда дойти. Это просто в молоко потраченный допход. Очень позорный плой, на самом деле. Изначально я такая думала, вот, сейчас я тут убью всех. У него хилов мало. Я его Собакином зауешу и сгрызу. Фиг там. Собакин спиливает одну жизнь Хильдзе и сам умирает. После чего начинается грубое изнасилование Бозелем всей моей команды. Сейчас начнется. Он по глупости, на самом деле, взял ведьмочек Бозеля, потому что у меня есть отшельник. Никакого смысла ведьмочек брать нет. Но это ему не помешало надо мной надругаться. Надругаться номер раз. Два персонажа в Сайленсе, три персонажа в Сайленсе. Здесь запрет хила. Ну, здесь практически лайтово обошлись, да. Вторая уешка от Бозеля. Не в Сайленсе, только те, у кого кольцо от Сайленса. Кстати, обратите внимание, это было сделано специально, чтобы снять с меня все дебафы. Тип. Но после этого заходит отшельник и просто уносит мне Флоренцию. Я остаюсь с одной в укре. И танком, и как бы все, без хп. И хилиться нечем. Так что приходят ликорисы, тупо уносят мне вообще всех, кроме танка. На чем я сдаюсь. А причиной всему что? Причиной всему всего лишь две ауешки Бозеля. А теперь пойдемте ко мне в карточку. Потому что там остались самые прикольные, странные наркоманские бои. Бои с Каунт Дуку. Тоже за голод один. Это нечто феерическое. Там выиграла я. И там это тоже было исключительно изнасилование Бозеля. Заметьте, кстати, я очень много в последнее время танчу Бёрнхартом. Вместо того, чтобы делать это Хильде или Собакиной. Потому что в танкинг Собакиной я, во-первых, не верю. А во-вторых, Бёрнхард тоже умеет танчить. Он вообще не танчит магию. Это главный недостаток. Но физику он танчит отлично, включая коней. Если ему достается розенцель, то это вообще царский подарок. Его фиг кто убьет. Вот. Именно поэтому у меня очень много боев было с танком Бёрнхард. Да, а ещё из-за того, что у врагов Элвин, обратите внимание, я взяла своему Бозелю копья. То есть не ведьмочек, не каких-то там варлоков, а именно копья. Первая ЛЕ заходит. Собственно, мой оппонент почему-то не очень активно использовал стаки розенцель. Он даже хилку массовую не повесил. Совершенно зря. Потому что он решил, что фракционный баф у него будет на розенцель. Это он прям жёстко зря. И, кстати, обратите очередной раз внимание, что у меня у оппонента два хила, один из которых розенцель. А Бозель всё равно будет нагибать. Спойлер. Здесь у меня был наволен таки мисплей в том, что я забыла взять Ликорис защиту от блока хила, при том, что я как бы знала, что там будет Элвин и что он будет блокировать хил. Поэтому я довольно бездарно за пару ударов отдаю сейчас Бернхард. То есть он, конечно, не отдаётся. Он, конечно, всяких Элвинов вертел, вообще шатал и танчал сколько угодно, но на него повесился запрет хила, который я совершенно спокойно могла предотвратить. Просто не сделала это, потому что продолбалась. Продолбалась. Тут врывается розенка. Диспелит. Кстати, она со слезой, у меня розенцель тоже со слезой. Это я одобряю. Что было много раз, вообще очень много раз, такое, что розенцель недостаточно диспелит. Главная проблема, особенно розенцель в том, что она не даёт пройти дебафом, но если они прошли, она практически ничего не может с этим сделать. Вот против такого у меня слеза на ней. Доп-хот идёт в Элвина. Элвин идёт добивать моего Берна. Я с этим ничего поделать не могу, потому что запрет хила, типа всё, он, считайте, отдался. Единственное, что я могу сделать, хотя бы продолжать давить Бозеля. Да, этой смертью Бернхарта можно было избежать, и нужно было избежать, это правда. Вот, а дальше начинается очень стрёмная вещь. Я бы сказала, прямо скажем, нечестная. То есть у оппонента есть два хила, которые легко должны выхиливать дебафы. Он, кстати, здесь не просто так стоит, а потому что здесь лес, чтобы он жил. У оппонента есть все пять персонажей, даже при том, что окей там, отшельник немножко по коцам. Но у него есть два хиллера и куча диспелла. И танк. Четыре против пяти. Как вы знаете, по спойлеру выиграл этот бой я. А даже не четыре против пяти, а три против пяти, потому что, да, первым же делом бежит Элвин и добивает мне Форенцию. Потому что она была без танка. Это было логично сделать. Я, в свою очередь, к сожалению, к великому диспелю врага полностью смертью отшельника. Очень неприятная эта его убилка на смерти. Я сама даже часто ей пользуюсь. И у меня остается три героя. У него остается четыре героя. Два хиллера и танк. И дамагер, который должен, по идее, меня убивать. Но не убивает. У меня кулдаун на АЛЕшку был. Поэтому я пытаюсь единственную угрозу, вообще-вообще единственную угрозу в этом бою спилить это Элвин. Мне вот в этом моменте супер сильно прет. Потому что Ликарис прокает Стэнью Роба снижение урона ему. И он ее не добивает буквально там вот в краполях. Вот здесь, мне кажется, вот здесь оппонент делает ошибку, потому что ему надо было просто вырываться, брать флору. Она единственная, кто достает, брать флору и добивать Ликарис. Я без понятия, почему он вдруг решил атаковать лицом Бозеля. Это какой-то абсолютно нелогичный мув был. Да. Это вот такой успех при атаке Бозеля происходит. Ну и дальше, собственно, все. У Бозеля все в откате. до Ликарис сейчас никто не достает. Она в безопасности. Она еще из 400 хп выжила. Идет Ауешка. Банк. Элвина уносит. На Райзенциэль Сайленс. На Флоренции Сайленс. Мы в Аду, что называется. И еще запрет хила на Райзенциэль. Вообще шикардосики. У Ликарис кстати хилки еще не было. У меня все было в кулдауне. У меня стоит Бозель такой на лесу на Тайле для 20% дефенса. И безудержно харассит вражескую команду чисто вот своим существованием. Враг, конечно, может пытаться сколько угодно прохилиться через Райзенциэль. Но на данном этапе я уже выигрываю за счет чисто того, что у меня больше дэмэдж дан. Причем более чем вдвое больше дэмэдж дан. А он меня не дамажит. Как вот только что было видно, ни его танк, ни его хиллеры Бозель сделать ничего не могут. Нет повести печальнее на свете, чем миллиард дебаф от Бозель из-за притом Хила и Сайленца. Хила и Сайленца. Мне кажется, сейчас Флора должна вот ехать. Да. Все так и есть. То есть из изначальной позиции, где я продала совершенно задаром Бернхарта, после чего продала совершенно задаром свою Флоренцию, он умудряется проиграть. То есть он сначала отобрал у меня двоих, после чего он проиграл. Страшно, правда? Вот. А раз страшно, теперь осталось показать два боя, которые я проиграла, несмотря на то, что взяла Бозеля. Причем проиграла, что самая ироничная персонажа, которого я лично считаю неиграбельным. В ПВП я до этого ее не видела, а вот эти два боя, к слову, они произошли буквально подряд. То есть один бой за другим, два разных игрока, мне показали боксы с ассасинами и с Цубамы. Цубамы, Карл. Все такие боксы, кстати, первым делом банят Хильду, чтобы, не дай бог, никакая Хильда не запретила им критовать. Я изо всех сил всячески вообще просто супер баню ассасинов, но при этом игнорируют Цубамы, потому что я думала, типа, Цубамы, посерьезно, что это вообще такое? Жизнь мне показала, что я в жизни так глубоко не заблуждалась, что при желании это на самом деле можно Цубамы и поиграть. Еще один очень важный урок из усвоенных. У Цубамы фракционный баф от Хильды, потому что она же Тенсей. Все об этом забывают? А, она Тенсей. Ну и вот я такая классная, сексуапильная буквально там сетаплю Бозере для того, чтобы он ворвался и устроил ад дебафов моему оппоненту. Мой оппонент с таким решением не соглашается. Это смешная обилка у Цубамы, которая запрещает ее таргетить, если она на фулл ХП. Она по приколу на самом деле спасает от Каюры неожиданно. Берет стакай от Цубамы, получает доп-ход, получает бэкстаб двойной и Каюра типа давай до свидания. Вот это поворот. Мне, кстати, кажется, надо было ее Бозелем пытаться просто с руки убить вот в этом моменте. А сейчас к ней подходит танк и я такая а что, в смысле я ее больше убить не могу. А, да, вот это супер-ирония, просто супер-мега-пост-ирония, когда после АОЕшки Бозеля сильнейший она выживает, у нее 371 хп. Тро-ло-ло. Ну, это работает. Лэйгенбург Лэйгенбург Такие дела В этот раз, кстати, мне убила Цубамы не Бозеля Она мне убила Каюру Это тоже было супер важно Потому что дальше приходит Злая Лукреция И ваншот от мне Бернхарта У меня больше нет танка И, кстати, мне кажется Зря я ливнула Бозель так-то мог бы и затащить Хотя нет, там есть Элвин Элвин бы меня точно убил И буквально Прямо рядом с этим Боем Второй бой, даже не помню какой из них был раньше Опять же то же самое Я баню Всяких там Мю, Зереду Эпсилоны и прочего Я оставляю оппоненту А, и Эпсилоны не забанил Я оставляю оппоненту Цубаму А сама такая беру Бозель Сейчас я затащу Сейчас вы все будете страдать в аду дебафов Да, но еще Каюра унижает Бернхарт Даже несмотря на то, что я поставила ему Отшельника рядом Он, типа, получаемый урон снижает Это все Фиг там Просто Каюра унизила одним ходом Кстати, Эпсилон Я начинаю агрессию С Бозеля И куча дебафов От Каюра он, конечно же, не умирает Еще не хватало умирать от Каюры под Магами Это вообще шутка такая Вот Но это не мешает ему На 100% кстати ХП Не помню Должно быть все еще А В этом моменте Мне очень шикарно Сдиспелили хилочку Которую не должны были диспелить Но Ликарис опять поднимает Бозель На 100% ХП И я такая Да не умру я от ваших Там этих всех И я умираю Это все Ну то есть Тут технически Технически Меня убила Ницубама Но идея в целом Понятна Вы можете Оставить оппоненту Бозеля Только в одном случае Если у вас есть ассасин Желательно физический ассасин Потому что Каюра не убивает Который этого Бозеля Убьет до того Как он Испортит вам Вообще все возможные Жизнь И обгодит вас С ног до головы Если Вы этого ассасина Не можете поставить Вам его банят Или вам его убивают Тогда Бозель Это такая Бессмертная сволочь Что просто Представить себя страшно Рассказывайте Кстати говоря В комментариях Играете ли вы Апекс А если играете Как вам Как вам трехочковый Скилл Бозеля Новый Я вот В полнейшем просто В восторге И ужасе Одновременно Потому что у себя Я его хочу А у оппонентов Я его не хочу Видеть никогда И на этом Наверное Хватит пока реплеев С вами была Анира И Увидимся Всем пока Субтитры Продолжение следует...